Привет, ребята. Вот и не надо меня пинать, что подкастом вышел. У меня причина уважительная. Мы с котом тут подрались и ушатали штатив, поэтому камеру пока оставить некуда, но Томас обещал починить его в кратчайшие сроки. Так что в следующий раз выйду в эфир не только голосом. Итак, давайте к делу. Во-первых, пожалуйста, если вам интересна тема ретро-игр, досмотрите до конца этот видос. На самом деле, те, кто не испытывает сейчас сильнейшую ностальгию по зоне комиксов, зацените. Будет полезно. Дело в том, что львиная часть моей аудитории, то есть вас даже и не знали, что такие игры когда-то были. И мы, старые пердунцы, уигрывались в хлам ими, держа в руках джойстики. У кого-то они были в изоленте, кто-то разбирал их раз в неделю, чтобы поправить резиночку на кнопочке. Чего мы только не делали, чтобы не просить у родителей новый джойстик, ведь в порыве ярости от очередного провала джойстики летали по всей комнате. К счастью, эта напасть меня обошла стороной, я был довольно спокойным геймером, к своим провалам относился на порядок проще. Так вот о чем это я. Неоднократно в роликах, где содержалась информация о моих планах в отношении контента, вы могли слышать упоминания о ретро-рубрике. Где мы бы говорили и, возможно, даже проходили бы игры тех самых лет, когда не было понятия компуктер как повседневного устройства для человека. Когда при слове компуктер дрожали ручонки, ведь в них никогда не лежало настоящие клавиатуры. Короче говоря, рубрика «Считайте» стартует в течение пары недели, у меня есть некоторые мысли на ее счет, ими буду сейчас делиться с вами. Во-первых, чтобы вы понимали, насколько часто этого стоит ждать. Во-вторых, на игры какой эпохи или же платформы вы можете рассчитывать. И, наконец, в-третьих, нахера это вообще нужно? В конце ролика у меня будет к вам маленькая просьба, поэтому не скупитесь на пару минут, досмотрите до конца. Начнем сначала. Подобная рубрика довольно сложна в продакшене, как в инфоключе, так и в ключе обработки. Я про монтаж и запись геймплея. Поэтому, думаю, для начала поставим частоту выхода этого добра на один-два раза в месяц. Все, конечно, будет зависеть от степени заинтересованности вас, как зрителей. Ведь если это нахер никому не нужно, нафига это делать, да? Второй пункт. Вообще, у меня на самом деле был план сделать цикл роликов с приблизительным временным сценарием и каждой игрой, с которой я ознакомился. Но, боюсь, это будет лишнее, так как не все игры, что мне зашли, в детстве заинтересуют вас сейчас. Да и это больше было бы похоже на блог, чем на информационный видос. Возможно, когда-нибудь история моих игр выйдет, но сейчас, наверное, нет. Поэтому я решил взять самые известные тайтлы 8 и 16 бит и подделать видосики о них. Контейнер ролика у меня еще в голове, поэтому видите уже по месту, как это будет работать. Начнем мы с самого начала, а именно с Dendy, затем пойдет Sega и, конечно же, Кампуктер. К сожалению или счастью, моя семья на то время не располагала средствами для Sony PlayStation'ов или же Nintendo'ов, и для меня эти названия являлись синонимами к слову «богатство» и «успех». Теперь все стало на порядок доступнее, но, увы, время упущено, и о шедеврах первой и второй плойки я боюсь мне сказать нечего. В любом случае, при нахождении интересной игрушечки на 8 или 16 бит ознакомлюсь с ней и, возможно, введу в эту рубрику. И, наконец, третий пункт, в котором я теоретически должен объяснить, нахрен на это нужно и что это дает. Самая, наверное, для меня веская причина – это ностальгические чувства и воспоминания детства в сопровождении той или иной игрушечки. Для вас же, для большинства, узнать, что было до того, как мы увидели 3D-графику, Red Dead Redemption 2 и все остальные шедевры со сложнейшими механиками и чудовищным аппетитом к ресурсам игровой платформы. Да, и не стоит обходить боком старичков, думаю, не я один испытываю теплые воспоминания о картриджах, приставках, показывая очередную старушку вам. И вот мы постепенно подходим к тому, о чем я хотел вас попросить. Дело в том, что в моей голове есть некоторый список тех игр, о которых я хотел бы рассказать. Я, конечно же, перенес его уже в документ, а то, знаете ли, старческие маразмы склероз посещают меня все чаще. И вопрос состоит в том, какие из этих шедевров помните вы. Напишите в комментарии ваш список, возможно, я что-то упустил, возможно, у вас больше, и, скорее всего, оно так и есть, опыта в этих играх. Я бы хотел почитать, что тогда нравилось вам. Может быть, у нас совершенно разные вкусы и пути знакомства с приставками. Это чудовищно интересно. Поэтому не скупитесь на буквы, старички, расчехляйте свой ностальгический модуль памяти и выплескивайте информацию сюда, в комментарии. Вот такая вот маленькая информашка была. Я сейчас тут все починю, что мы с котом расхерачили, и займусь производством первого пилотного выпуска, от которого будет зависеть судьба рубрики. Поэтому ждите в течение пары недель что-то рожу. Спасибо за ваше время. Пип, давай скажи, кто там это был. Это и папа были по кушечке.